И снова мы с вами завершаем прогулки по улицам города Костанаме. Сейчас мы идем по улице Маулино. В прошлом это была улица Индустриальная. Немало улиц последние годы было переименовано. Улица Ленина или проспект Ленина получил наименование Альфа-Раби, улица Свердлова-Абая, улица Кирова-Каирпекова, улица Калинина-Алтенсарина, улица Индустриальная, по которой мы идем, получил наименование Маулиенова, улица Привокзальная-Тимирбаева, улица Павших Борцов-Шайхметова, улица Социалистическая-Кубеева. Улица Герцена-Каблоны-Батыра, улица Тарана-Товельс-Издык, улица Красноармейская-Хакимжанова, улица Молодежная-Растанбекова, улица Советская-Байтурсинова и так далее. Но, как и в любом городе, в Кастаная есть не только официальные названия, но и более простые, житейские, те, что когда-то придумали местные жители. Эти прозвища так и прикипели к объектам и местам и сделали их родными. Рассвет, Березка, Белочка, Радуга. Только Кастанайцу понятно, что речь идет о микрорайонах областного центра, названных так еще в советское время в честь одноименных магазинов. Некоторые районы города получили свое народное название из особенностей постройки. Например, Кривой Магазин стал именоваться из-за того, что здание стоит не параллельно дороге. Наше видео посвящено как раз этому месту, район Кривого Магазина. Вот мы подошли к этому месту. Это пересечение улиц Мауленова, бывшей индустриальной, и улицы Дощанова. А слева мы видим здание, пятиэтажное здание жилого дома, на первом этаже которого находится магазин. Со времен постройки этого дома на первом этаже находились разные магазины. Особенно эти магазины, так сказать, владельцы и названия менялись в последние годы. Вот этот перекресток, перекресток улиц Дощанова и улицы Мауленова. Сейчас мы свернули, немножечко пройдем по улице Дощанова, чтобы дойти до пешеходного перехода и не перейти улицу Дощанова, не нарушая правила дорожного движения. Вот сейчас мы видим указатель улицы Железнодорожная. Сейчас эта улица также переименована в честь начальника, бывшего начальника отделения дороги, железной дороги Бертрана Рубинштейна. Итак, это улица Омара Дощанова. Перешли улицу Омара Дощанова и сейчас эта улица, подошли мы в улицу Железнодорожная, а ныне это улица Рубинштейна. Вот эта улица и продолжаем нашу прогулку по улице Омара Дощанова. Вот мы снова подходим к перекрестку улиц Мауленова и Лощанова. И видим вновь здание, благодаря которому этот район получил название район Кривого Магазина. Ну а я продолжу свой рассказ, цитируя статью из газеты «Наш Кустанай», статью Ольги Гарай. Она сделала подборку народных названий улиц, зданий, районов Кустаная. А некоторые места города с интересными прозвищами имеют и более давнюю историю. Как отметил краевед, основатель сайта Кустаная и Кустанайца Арман Козыбаев, до революции район за центральным рынком назывался поселок Константиновичи, а после революции стал красным пахарем. И даже сейчас есть старожилы, которые величают его именно так. В 20-е годы прошлого столетия Наримановка называлась «Татарской слободой», а в народе ее все знали как «Оторванку». Там было небезопасно, местные хулиганы славились на весь город, рассказывает Арман Козыбаев. В районе озера Табула, где проходит дорога на пляж, раньше жили мастера, именовалась она «Колесные ряды». Мастеров давно уже нет, а район все знают. Постепенно уходит в прошлое и название «Переваловка». Это район между КСК и Логом. Лог Кустанайсай. Во время освоения целины там была перевалочная база. Туда привозили оборудование, технику, стройматериалы, а потом распределяли и развозили по местам. Кстати, ссылку на эту статью я дам в описании этого видео. Итак, мы продолжаем идти по улице Амара-Дощанова и впереди перекресток с улицей Майлина. Вот мы видим впереди указатель улицы Майлина. Кстати говоря, улица Майлина в свое время носила наименование улица Украинская. И 30 июня 1965 года она была переименована улицей имени Бембета Майлина. Кстати говоря, Тарановский район также не так давно переименован в район Бембета Майлина. Ну а мы сейчас поворачиваем на улицу Майлина. И на этом наше видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Если понравилось, ставьте лайки. Всем всего доброго. Желаю благополучия и мирного неба над головой. До встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok